Всем привет! Меня зовут Нелли и я хотела бы вам рассказать одну историю из своей жизни. Я жила в бедной семье. Были времена, когда моя мама шила мне одежду или я донашивала ее за родственниками. Время было тяжелым, но еще хуже стало, когда я перешла старшую школу. Дети в этом возрасте далеко не добрые и всегда найдут как обидеть. Со мной особо и стараться не стоило. Кто-то пустил слух, что я ношу вещи с мусорки. И все. Это очень сильно ударило по моей самооценке. Я потеряла даже одну единственную подругу, с которой мы дружили с пятого класса. Я была полностью разбита. Я ни с кем не общалась в школе. Вообще избегала своих ровесников и часто плакала из-за этого. Если честно, то мне очень нравился один мальчик, Миша. Из параллельного класса. Но я, естественно, не собиралась ему этого говорить. Да и разговаривать с ним в принципе. Я уверена, он даже не обратил бы на меня внимания. Разве что посмеялся бы надо мной, как другие мои одноклассники. Но моя подруга, которая как раз тусовалась в его компании, знала об этом. В один прекрасный день она, видимо, решила, что будет весело рассказать всем про мои чувства. В тот день надо мной ржала вся школа. Миша нравился многим. Но когда узнали, что и мне тоже, это стало самой обсуждаемой темой дня. Как только я узнала, что ребята начали пускать слухи про мой секрет, то сразу же сбежала с уроков домой. Я просто лежала и плакала. Все равно дома никого не было. Но, видимо, не суждено мне было побыть в одиночестве. Через 15 минут раздался звонок в дверь. Это был Миша. Я испугалась и занервничала, ведь это могла быть очередная шутка, или он просто пришел поиздеваться надо мной. Поэтому я наорала на него через дверь и попросила уйти. Но он сказал лишь, что нам надо поговорить. И попросил открыть дверь. Терять мне было нечего. И дрожащими руками я открыла дверь. Он начал извиняться за всех знакомых, которые надо мной смеялись. Он сказал, что на самом деле не считает меня отбросом, как все. А даже наоборот. Он сказал, что я ему тоже нравлюсь. Я была в шоке. Решив, что это опять какие-то издевки и шутки, захлопнула перед ним дверь. Но он не ушел, а остался за дверью. Пытался меня переубедить, что это все правда, и он просто не знал, как признаться в своей симпатии. Немного успокоившись, я решила пригласить его на чай. Ведь он звучал убедительно и был настроен серьезно. Мы с ним долго болтали. Обо всем и ни о чем. А когда я поняла, что его чувства действительно взаимные, то настроение улучшилось мгновенно. На следующий день мы договорились встретиться и пойти в школу вместе. Так мы и сделали. По пути все откровенно пялились на нас и не могли понять, что же произошло. Но с тех пор все наладилось. Надо мной больше не смеялись и не издевались. Я на тот момент не была заучкой, но быстро усваивала информацию и училась хорошо. Так что ко мне даже начали подходить ребята за помощью в домашке. А с Мишей мы чуть позже начали встречаться. Такая вот история нашей любви. В конце концов, моя жизнь наладилась, и я больше никогда не была изгоем в обществе. А вас обижали в школе из-за внешнего вида? Пишите в комментарии. Я обязательно почитаю.